Та-дам-па-дам-па-па-па-па-бам Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Авитос И, наконец-то, я решил выпустить долгожданный видеоролик о модульных кораблях Да, ребята, я этот ролик уже давным-давно обещал Ну, где-то неделю назад И, наконец-то, мне дошли руки для того, чтобы снять данный видеоролик И рассказать вам о том, как правильно обустраивать корабли Я решил поделить данное видео на 5 частей А именно для того, чтобы вам построить корабль Что вам потребуется? Первое, ну, конечно же, это навык Без навыка мы, соответственно, вообще никто Не сможем ни поставить корабль, ни воткнуть вверх И вообще ничего не сможем Ну, как будто мы рыба, но не обитаем в воде, а живем на суше, да? Второе, это место Ни много ни мало имеет значение то, где вы воткнете ту или иную вверх Для того, чтобы построить тот или иной корабль Третье, это, конечно же, цель Без цели мы вообще просто, ну, я не знаю Это... Если вы строите корабль и не знаете, для чего он вам нужен То у меня печальные новости вас потопят, как вы только выйти с фри-порта Без цели, это как капитан, который не умеет управлять кораблем И не умеет ориентироваться по звездам Ну, или, соответственно, когда вы пират, не умеете копать клады Четвертое Четвертое, тоже немаловажное Это грамотное обустройство Соответственно, если вы строите корабль, вы должны его правильно обустроить Для того, чтобы вам было удобно вести комбат-режим Чтобы игроки, никто не терялся Чтобы у вас все было на видном месте Грамотно и удобно Для того, чтобы вам было удобно взять тот или иной предмет из верстака Или там из ящика Чтобы вы могли грамотно переносить снаряды Не путаться, не теряться, не кричать друг на друга Ну и пятое, это, конечно же, качество Без качества корабля То есть, если вы делаете его стандартным, обычным Если вы уже играете с свайпа где-то неделю или две То у вас просто будет пух и прах разносить Так как прочность корабля, это тоже очень важный, весомый аргумент При нахождении в открытом океане Ну, смотрите Допустим, вы уже зашли в игру Допустим, вы зашли в игру, отплыли с фри-порта И качаете дальнейший уровень Потому что во фри-порту доступен восьмой уровень Ну и первое, что вам надо для себя уяснить Это то, как вы будете качаться Первое, конечно же, это навыки Да, ребят Допустим, вы выбрали место Хотите построить там корабль Вам надо сначала качать в самой первой ветке Открыть мореходное искусство Вот оно, видите, у нас вот здесь Тут совсем, я не знаю Ну, уровень, наверное, вам 15-10 понадобится После того, как мы открываем мореходное искусство У нас идут тут такие, да, для вас непонятные веточки В модульных кораблях нас интересует только данный навык Это мастер-судостроитель Здесь у нас очень много, да, интересного Те, кто играл в старых сезонах Они вообще, наверное, не понимают Что это за херня, для чего она нужна Ну и самое важное Соответственно, если вы любитель старого контента То вы идете по правой ветке Если вы, конечно же, хотите сделать модульный Качаете левую Все остальное, все, что ниже Это чисто для того, чтобы искать клады Типа способность навигатора Это секстант, который открывает И дает вам возможность копать затонувшие корабли Он отображает их на карте И вы, соответственно, видите, куда плыть Чтобы, допустим, залутать тот или иной затонувший корабль Мастер ремонта, да, он пригодится для того Чтобы вы быстро могли чинить корабль Он дает баф на всю команду И вся команда может быстрее использовать пачки Т О которых я сейчас вам расскажу Для того, чтобы чинить корабль Ну, смотрите Вот мы открываем мастер-судостроитель У нас открывается несколько кораблей Какие корабли, кстати, здесь бывают? Начнем с этого, да? В данной игре есть несколько типов модульных кораблей Первое Это давайте начнем с самых таких малых И будем подвигаться в этой ветке Продвигаться все дальше, дальше, дальше Первое это код Второе у нас идет трамп-фрегатор Третье у нас идет карат Это все делается в базовой верфи В расширенной верфи мы делаем бруссайдер Мы делаем пегас Мы делаем величественный кракен Мы делаем таранную галеру Мы делаем тартовшип И мордирный корабль Вот, это все вот модульные корабли Которые у нас присутствуют в данной игре Это все делаются все корабли Вот, которые я сейчас ниже перечислил Они делаются в расширенной верфи В базовой верфи у нас делается только карат Трамп-фрегатор и кок Так, вот, давайте вот у нас базовая верфь Посмотрим, какие у меня чертежи на кораблике есть Вот это обычный кок Это у меня Трамп, это Карак, вернее, извиняюсь Вот у меня Трамп Они изначально будут доступны, это Кок и Трамп Это все, это у меня чертежи идут Ну и Карака, она, по-моему, доступна тоже в базовой верфи, если не ошибаюсь Вот, естественно, потом у нас идет Братсайдер, чертеж на Братсайдер Потом Мортирный корабль, Таранная Галера Вот у нас еще Величественный Кракен Таранная Галера, это важный корабль, очень важный корабль Его используют все в ПВП-серверах Без этого корабля тут вообще делать нечего Это вот самый такой ходовой корабль, который использует каждый клан Пегас, Пегас, это корабль, который необходим для перевоза живки Это такой, знаете, чисто если вы отправляете какого-нибудь бридера или таймера Для того, чтобы там приручить ту или иную живку с другого острова То данный корабль вполне себе подойдет Так, для застройки нам понадобится изначально верстак В верстаке мы заходим, смотрим Смотрите, здесь у нас есть базовая верфь, как я и рассказывал И расширенная, вот сейчас расширенная, на нее надо тысячу монет Теперь давайте по модулям пройдемся У нас вот есть общий модуль обшивки Это обшивочка, есть одиночный модуль и общий Одиночный модуль, там одна пушка В общем модуле у вас будет две пушки И, соответственно, вот такой общий грибной модуль Соответственно, он необходим для того, чтобы быстрее И для того, чтобы быстрее передвигаться Против ветра и набирать больше узлов скорости Так, соответственно, армадок у нас необходим для того, чтобы Это, так скажем, гараж для вашего корабля Вы его сможете там содержать и не бояться за то, что вас могут потопить Тут вообще с армадоком интересная история есть Потом, попозже расскажу уже, наверное, в другом видео Комплект для ремонта модульного корабля Вам их необходимо крафтить Ну, как минимум, у вас должно находиться их 20 штук Вы берете, крафтите эти пачки И молоточки Молоточки это киянки со старого контента Я думаю, все их знают Вот эти вот кияночки Они нужны для почина Ведра, в принципе, можно оставлять Из старого контента нам пригодятся только ведра Ну и, наверное, бочки Так что, вот смотрите По крафту я вам показал После того, как вы скрафтите вот такие вот обшивочные модули в верстаке Кладете их себе в быстрые ячейки И потом подходите к кораблю, который, еще раз говорю, стоит на верфи И начинаете его обустраивать У нас тут синего качества Это насчет качества корабля Вы их можете лутать с затонувших кораблей Или с самих кладов, где вы ищете сокровища Выпадает обычная верфь А именно сами корабли и модули Они выпадают с потонувших кораблей Соответственно, паруса вы крафтите Обычно, как и обычно, соответственно, в этом Вот, пожалуйста, ткацкий станок Вот И, соответственно, что еще нам пригодится для того, чтобы правильно обустроить корабль Это вот такой вот специальный грузовой ящик Который снижает вес снарядов, находящихся на корабле Вы его должны обязательно устанавливать, если берете с собой кучу снарядов Потому что вот этот ящик со старого контента Он юзает снаряды То есть для того, чтобы вы могли стрелять А вот этот ящик необходим для того, чтобы сжать вес Также, ребята, у нас есть специальный молоток Который позволяет чинить именно вот эти вот модули орудийного порта Вот так вот он выглядит Это набор заплаток для брони Вы их также крафтите, помещаете в инвентарь Берете вот такой специальный молоток механика И чините только вот эти модули Общий модуль и одиночный модуль Ну и, соответственно, если вам еще необходимо Как-то снести чьи-то там постройки Ну, со старых модулей, да Вы берете и крафтите вот такие перила корабля Кракена И, соответственно, застраиваете У них, смотрите, разницы в прочности нет То есть просто разница здесь только в дизайне Здесь у нас перила корабля Кракена Они просто выглядят чуть красивее Как-то более так красочно, да Вот, ну и, соответственно, можно взять саму обшивку Ребята, если вы, допустим, неправильно установили тот или иной модуль Не спешите его сносить У вас, во-первых, это не получится Если вы неправильно его установили Вам необходимо крафтить вот такую вот обшивочную Обычно стандартную модуль и заменять Здесь нельзя сносить Здесь можно только заменять тот или иной модуль И обязательно надо, еще раз говорю, находиться при этом на верфи Вот, сейчас мы это все скрафтим И потом, соответственно, перейдем на корабль И начнем уже само обустройство Я вам покажу, как оно должно происходить Грамотное обустройство корабля Реально, сейчас просто самый сок будет Я вам сейчас расскажу то, что не каждый вам скажет И не каждый вам покажет Это можно узнать, только находясь у меня на канале Я эту информацию собирал, находясь в разных кланах Копил всю информацию, собирал ее для того, чтобы поделиться с вами Итак, ребята, смотрим, да Если вы решили построить корабль под названием Драмфигатор Который доступен в базовой верфи Изначально он будет выглядеть вот так У него будет две вот эти карги находиться с одной стороны и с другой Грузовые паруса стоят, большой и средний И штурвал находится прямо на виду всех Настолько на виду, что вам просто могут с соседнего корабля Или с вражеского прострелить в вашу голову И вы отлетите Соответственно, капитан отлетает и все И корабль это просто пушечное мясо сразу превращается Вот Это изначально выглядит вот так вот корабль Ну, верстак это я воткнул Не обращайте внимания Изначально корабль выглядит вот так И допустим, нам необходимо его проапгрейдить Мы его загоняем вверх И что мы делаем? Смотрим дальше И вот так вот выглядит тот же самый корабль, который грамотно обустроен Соответственно, вы замечаете, да? У нас тут стоят уже другие паруса Я установил здесь рулевые паруса И пушечки уже у нас имеются А вот каюта Видите, как все тут спрятано? Вот так вот реально можно застроить Это вот прям самое четкое и правильное обустройство на корабле Которое должно находиться на каждом корабле Реально, кто делает? Трам-фрегатор Здесь у нас ящик со снарядами Тут буфет Камин даже уместился И боты Соответственно, если вы не идете целенаправленно на какой-то ПВП Вы делаете с каждой стороны по 4 пушки И не больше Больше не получится воткнуть Также у вас не получится воткнуть все 4 пушки именно снизу Потому что здесь есть специальные поинты Которые предназначены для того, чтобы вы понимали Когда у вас ограничится именно обустройство того или иного модуля Соответственно, вот самое грамотное обустройство Вы делаете райлинги Сейчас я вам покажу такие модули специальные И застраивайте их сверху Смотрите, для того, чтобы грамотно застроить каюту Мы сверху сносим штурвал, который у вас изначально Первое, с чего начинается обустройство каюты Это именно со штурвала Изначально вы должны установить штурвал После я рекомендую ставить уже вот такие вот обычные шкафчики Затем вы устанавливаете вот такой корабельный сундук, как раньше Именно вот здесь Потом устанавливаете верстак Затем вы ставите ящик со снарядами И здесь уже в конце можно установить кровать Именно если вам необходимо возить с собой провиси Вы можете установить вот такие вот мешочки с едой Ну и ступки, если вам необходимо там дополнительно крафтить форох После мы уже переходим на нижнюю палубу Устанавливаем здесь вот такие вот шкафчики Чтобы у нас не могли зайти в нижний трюм и пробить всех ботов И снести вот данный ящик, который смягчает и снижает вес снарядов Вы устанавливаете здесь три ящика И в конце вы крафтите обычную бочку, которая доступна в навыке повара И устанавливаете ее Дело в том, что бочку вы сможете в любой момент, если вам необходимо пройти Поднять по-другому, вы здесь ничего не обустроите Минус именно модульных кораблей в том, что вы не сможете их застраивать Как вашей душе угодно Как вы это делали на старых кораблях, старом контенте Вот Устанавливаете буфет для того, чтобы боты не голодали Загружаете туда только ягоды, потому что боты едят только ягоды Это витамин С И устанавливаете вот такой вот ящик Затем делаете три шкафчика Устанавливаете здесь бочку, чтобы можно было проходить И перемещаетесь Вот такая вот бочка, ее можно поднять Устанавливаете ее вот здесь И все, и в принципе брак уже не сможет пройти вниз Если вы хотите, чтобы у вас ботов не убили Именно вот пушек, которые у вас стоят сверху Вы устанавливаете статуи Статуи, они доступны во припорту Во припорту закупаете вот такие вот статуи И устанавливаете их прямо на бота Вот Ну это все Касаемо обустройства, это все Модули, где можно устанавливать Их можно устанавливать именно только вот с этой стороны Где у меня стоят вот здесь пушки И если мы спустимся вот так вот отсюда вниз Можно установить здесь Это на трамп фрегаторе, да Вы только здесь их сможете установить И нигде больше Сразу говорю, внизу у вас не удастся установить все вот эти вот пушечки Только можно сделать по поинтам вот таким образом То есть сверху ставите Это райлинг платформа специальная И вот тут снизу Все, больше нигде у вас это не получится сделать Если вы, допустим, поставили не там ту или иную пушечку Вы берете и крафтите обшивку, которую я показал недавно Или, допустим, райлингу Райлинга, она устанавливается сверху Есть кэнон райлинг, это пушечная райлинга Есть у нас вертлюжная райлинга Есть баллистическая райлинга И также касаемо модулей снизу Есть общий модуль и одиночный Общий модуль и одиночный сносятся обычной обшивкой Которую я крафтил И, соответственно, вот такой вот модуль, который наверху Сносится обычной планкой При этом надо находиться на верфи Вот, подходим, смотрим Видите, обшивка, она здесь не установится Она установится у меня либо, где у меня стоят пушки И все Но с корабля у вас не получится застроить Для почина Также, если вы будете использовать Не тупите, ребята Если вы почините с одной стороны корабль То, соответственно, он у вас починится вообще весь нос Он это единый целый модуль Вот так вот Тут даже полоса такая есть Это носяра корабля Вы можете с любой стороны ударить У вас починится нос с обеих сторон Вот Также и с жопой Жопа корабля, это вот где каюта Все, вот так же она отделена Все Вот именно вот это вам доступно для апгрейда Вот эта часть от этой линии до этой доступна для апгрейда Мы берем Если нам нужны райлинги Мы вот так вот их устанавливаем Сейчас я не могу это делать Потому что я не на верфи нахожусь Выкидать корабль на якорь наверх И застраивайте Вот такие вот у нас есть райлинговые пушечки Они устанавливаются сверху И баллистические Они тоже могут установиться только сверху Вот этот модуль Он необходим для того, чтобы быстро плыть Его также можно установить с той или иной стороны Но, еще раз говорю Не забывайте, что у вас здесь поинты Если вы упретесь в поинты Вы не сможете поставить тот или иной модуль Грузовые паруса я также меняю на рулевые Рулевые паруса я делаю здесь средний рулевой Ставлю его наперед И большой рулевой ставлю его назад Чтобы ловить ветер Соответственно, если вы делаете боевой корабль Все, вот как у меня на корабле Больше вы застроить ни хрена не сможете То есть сделали вот это Установили, все Теперь только на вертле это можно поменять Соответственно, мы проходим сюда И смотрим, вот так вот выглядит наш грамотно застроенный корабль Если вы хотите использовать вот эти гребневые модули Вот такие вот, когда вы их установили Вы уходите в открытый океан И нажимаете сочетание клавиш Shift и Q У вас появится слева внизу полосочка Для того, чтобы начать грести Вы нажимаете потом еще раз просто Q Shift и Q И у вас начинается броуинг Броуинг это значит, что вы начинаете гребсти И вот, смотрите Мы вот так вот выходим Нажимаем Shift-Q Shift-Q нажали Для этого не обязательно на парусах находиться Мы нажимаем Shift-Q И еще раз Shift-Q И видите, он у нас начинает вот так вот Модулями этими работать Я боюсь, что я врежусь Вот, видите Начинается движение модуля Все И тем самым вы начинаете Еще больше прибавлять в скорости Так что я сейчас не буду плыть Это я вам просто демонстрирую Кстати, благодаря данным гребневым модулям Вы еще сможете спокойно поворачивать Гораздо проще поворачивать Потому что именно с модульными кораблями Они что-то в движении Вообще какую-то херню сделали Непонятную Вот Ну, мы вот так вот, соответственно Еще можем быстрее гребсти Сейчас я поставлю корабль назад И продолжу Также, ребята, повторюсь, что У нас видео и речь в видео Идет только о модульных кораблях Все, что касаемо старого контента Наверное, многие знают Да, что можно еще разместить Барабан специальный Да, и с этого барабана играть У вас там будут идти бафы различные Там на ускоренный ремонт Там на ускоренную перестрелку этих пушек И так далее, и тому подобное Соответственно, про капитанское Про ветку капитанства я тоже здесь не рассказывал Мы переходим в капитанство Да, и у вас вся ветка Вот эта обязательно должна быть вкачана На ускоренную перезарядку И на сплотить войска Нормированное питание Обученная команда Эта вся ветка должна быть вкачана Если вы уходите на крутом корабле ПВП Вот Давайте теперь немножечко про ремонт Смотрите, вот у меня есть планочки Это модули для почина корабля Модульного Вы подходите Ищите, допустим, где у вас там мало ХП И используйте навык, допустим, фанатик ремонта Или же, если у вас нет навыка Вы просто подходите Ударяете киянкой И у вас вот начинает заполняться Вот такая шкала Как только она заполнится Она починит тот или иной модуль Но не до конца Сам почин происходит где-то Ну, я думаю Чинится где-то 2-3 тысячи Не больше и не меньше точно Вот, соответственно Не рекомендуется чинить планку Если, допустим, у нее 10 тысяч ХП Допустим, потратилось там У вас стало 9 Не надо чинить Потому что она использует эту планку А починит всего лишь совсем чуть-чуть А вам надо использовать максимальный эффект От этих планок Потому что Если планки не будет на корабле По-другому вы не сможете починить Вы сможете починить только парус Взяв волокно Подойти к нему И вот тут у вас будет Специально в круговом меню Доступна функция такая Как починить именно парус Именно если он у вас подрался Как-то вот разошелся и так далее Сам парус вы еще можете починить Также молоточком И все Остальное починить молоточком При помощи старого контента Да, как вы помните Если у вас ресурсы Лежат в корабле для почина Это уже не работает На модульных кораблях Здесь все работает Только при помощи модульных китов Вот этих планок И соответственно Также Орудийные борта Если вы будете чинить То лучше использовать Уже другой молоток Про который я рассказывал Но этим можно починить Но лучше тем Потому что Он еще чинит саму пушку И соответственно Сама пушка Также будет ремонтироваться Быстрее Или будет дольше жить Касаемо Соответственно Крафта Наибольший баф Для того чтобы Завязать все бафы Вам нужен баф Дельфина И ворона Как и в старом контенте Все то же самое Сажайте ее себе на плечо Перед этим Получив баф От дельфина И приходите И начинайте крафтить Вот смотрите Шип Боттл Это вот как раз таки У нас бутылочка Она нужна нам Для того чтобы спрятать Тот или иной корабль Но у меня сейчас нет Эссенции Я не могу вам показать Также вот это вот Сама у нас Шип Боттл Стэйшн Станция Для того чтобы Пихать бутылочку В корабль Вот вы допустим Построили вот эту Шип Боттл Стэйшн Ставите ее наверх Запихивайте в нее Бутылку И прячете корабль На верфи находящейся Соответственно С другой верфи Вы также можете Его высвободить Ставите станцию Там потом у вас Помещается Помещать туда бутылку И высвобождаете Оттуда Уже тот корабль Который вы Перед этим спрятали В общем то и целом Ребята это все Касаемо модулей Я вам рассказал Того как их устанавливать Я это тоже вам рассказал Как именно И где строить корабль Вы это тоже Теперь все узнали Не забывайте еще Обязательно Если вы втыкаете вверх В первый раз Вы это делаете Ищите глубоководность Прям вот Именно чтобы Очень глубоко было Что на случай Если вы поставите корабль Он у вас резко Не разломался И не утонул Для обустройства Кстати этих кораблей Модульных В чем их плюс Я решил выделить Знаете так Несколько плюсов И минусов Модульных кораблей В их быстрой постройке И в наименьшем Количестве ресурсов Необходимых для крафта Минус в том Что управляемость Очень низкая Плюс еще и в том Что у вас будет Потом хорошая скорость Но минус В их управляемости И в том Что вы не можете Их застроить Как в вашей душе угодно Так что ребята Вот такие вот Плюсы и минусы У нас есть В данном новом контенте Касаемо модульных кораблей В принципе Это все что я хотел рассказать Если что то узнаю новое Или вообще Если у вас Какие то вопросы появятся Обязательно спрашивайте меня Под этим видео В комментариях И соответственно Я вам уже отвечу На тот или иной вопрос Основное И базовое Как строить эти корабли Что такое модули Как их вообще там Использовать Планки Пачки Ты Это я все рассказал Ну и вот Пример Самого крутого Корабля Который часто Используется В этой игре Это таранная галера Вот просто можно Посмотреть Как примерно Можно ее застраивать Я еще бы Добавил здесь Немножко статуи Потому что статуи Если вы замечаете Их во припорту Кстати покупают Их устанавливают На ботов Иначе так могут Спокойненько Враги зайти И просто перебить Всех ботов Вот смотрите Обзор корабля Это таранная галера Данный ящик Как я и говорил Он просто сжимает Вес снарядов Данный ящик Использует снаряд Для того чтобы Уже Можно было стрелять С корабля Ну это ресурсный ящик Вот здесь Обычные ящики Обязательно провизию С собой возите И вот столько ботов Данный корабль Застроен на один борт Тут максимальное Количество пушек С одного борта Ну и в принципе Правильное тоже решение У таранной галеры Еще есть плюсик В плане того Что у нее передние пушки Есть спереди Может быть замечали Да такое Такое было Если вы припоминаете На корабле Месть королевы Анны В пиратах Карибского моря Четвертой части Ну и соответственно Ребята тут не забыли И расставили С одной стороны Вот такие вот Вертлюги Это на всякий случай Если кто-то будет высаживаться Тоже чтобы они долбанули Бывает так Что прям подплывает Борт в борт И вот эти вертлюги Очень хорошо выручают Потому что Ну боты Они никогда не промахиваются Они сразу стреляют По сопернику И его сразу Соперник данный Отлетает Вот Ну и соответственно Вот Пожалуйста Два рулевых паруса Тут видите Синее качество Даже Но это еще Не самый лучший вариант Застройки Таран и Галеры Я имею ввиду В плане прочности В плане качества Тут планки по 10 тысяч Скорее всего Она обычная Стандартная Ну может быть Зеленука была Ну и вот Как-то так Значит Мы тут пока Преследуем Клан вредителей Один Чтобы их настигнуть И разломать всех Пуг и прах Но они почему-то От нас убегают Не забывайте Подписываться на канал Ставить лайк Этому видео Следующее видео Я выложу Скорее всего Уже Про приручения Смотрите Видите Вот таких вот Можно приручать Вообще спокойно При помощи бочки Специальной О ней я расскажу Чуть позже И про бридерство Тоже расскажу Как и что там Вообще Как разводить Эту живку Можно легко Как приручать Разводить И выращивать Вот Огромное еще раз Спасибо за просмотр Обязательно Подпишитесь на канал Ведь именно здесь Вы сможете узнать Все новое про атлас На русскоязычном комьюнити И поставьте лайк Также рекламируйте Это видео друзьям Подписывайтесь на мою Группу вконтакте Да еще у меня есть группа вконтакте Насчет наборов клана Я еще раз повторяюсь Как только будет 20 человек Готовых начать выживать Мы стартуем С новой кампании Начинаем захватывать острова Крушить все подряд Ломать И выживаем В толпу 20 человек Меньше мы тут не выживем Все Огромное спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА